Белорусскому легковому автомобилю быть вместе с профессионалами из Поднебесной мы уже собираем машины разных классов под Борисовым. В планах расширить производство, где будет больше отечественных наработок. Такую задачу поставил сегодня президент. В настоящее время в 70 километрах от столицы строится завод, который намерен выйти на выпуск сначала 60, а потом и 120 тысяч авто в год. Большую часть будут поставлять на экспорт. Речь идет практически о 90% всего объема. Анастасия Иванникова ответит на вопрос «Когда?». Современные седаны, компактные хэтчбеки и даже деловые кроссоверы. Совместные белорусско-китайские авто. Крупноузловая сборка легковушек мощностью 10 тысяч автомобилей в год. Реалий дня сегодняшнего. А вот завод по производству легковых автомобилей и выпуск сначала 60 тысяч машин в год, а потом и вовсе в два раза больше уже будущее белорусского автопрома. Ближайшее. Китайцы, строящие завод Джили, сегодня связывались под видеосвязи с Поднебесной и показать, какой первый снег выпал в Синеокой. Ну а белорусы уже через несколько месяцев увидят сразу три новые машины. Над дизайном трудились специалисты из хорошо всем известного шведского автогиганта. Детали держат пока в секрете. Зато планы построить крупный завод по выпуску легковушек в Беларуси никто не скрывает. Проект должен быть запущен с 1 января 2017 года. Мощность годовая 60 тысяч автомобилей в год. Поэтому в 2017 году, естественно, будут какие-то нюансы, отладка, но на проектную мощность в 2017 году уже должны выйти. Общая площадь завода 118 гектаров. Больше 1300 новых рабочих мест. Если сегодня авто в Борисове собирают из привезенных частей, то на этом заводе принцип совершенно другой. Полный цикл. Своя сварка, своя покраска, максимально возможное использование отечественных материалов. От шин до пластика. Кстати, по итогам прошлого года джили стал самым продаваемым китайским седаном в России Поднебесной. В Белджи не опровергают и свежую информацию о том, что сборка моделей китайских джили для всего рынка ЕАЭС может быть окончательно перенесена в Беларусь. Если в течение первых двух лет мы выйдем на объем максимальный, который есть, то будет рассмотрен вопрос об увеличении мощности на этом заводе. Поэтому на территории Евразийского экономического союза, я думаю, что это будет единственное предприятие под брендом джили. О реализации крупного инвестиционного проекта организации производства по сборке легковых автомобилей говорили сегодня у главы государства. Представители правительства, администрации, президенту, обл. исполкома и профильного ведомства. В свое время глава государства не раз подчеркивал, что это будущее белорусского автопрома даже называл своей мечтой. Но если в производстве тракторов и большегрузных авто Беларусь пример, то для выпуска конкурентных легковушек искать решили страну-партнера. Моя мечта, чтобы мы имели не только производство большегрузных автомобилей, грузовых автомобилей, средней грузоподъемности, тракторов и прочее, но и легкового автомобиля близко к народу, чтобы наша страна могла обеспечивать потребности юридических и физических лиц собственных легковым автомобилям. Естественно, создавать самим с нуля легковой автомобиль сегодня – это смерти подобно. И не для Беларуси эта тема, поскольку и рынок не тот, и так далее, и тому подобное. И самое главное, ведь многие государства, которые производят легковые автомобили, не просто на годы, на века ушли вперед. И создавать легковые автомобили, а потом конкурировать с этими странами, которые производят хорошие автомобили сегодня – те же Мерседесы, те же японские автомобили, корейские и так далее – очень сложно. Поэтому была поставлена задача найти страну, которая готова нам помочь на основе их технологий, наших технологий, создать приемлемый автомобиль. Автомобиль для нашего народа, чтобы он и по качеству, и по цене был для нас выгоден. И таких партнеров нашли в Китае. Сотрудничество с этой страной приоритетное и перспективное. Синёку и Поднебесную связывали далеко не один совместный проект, а в октябре 2011-го Министерство промышленности нашей страны и китайская корпорация подписали еще и меморандум. Тогда как раз и была достигнута договоренность по организации производства легковых автомобилей. Чуть позже заключили инвестиционный договор. В итоге учредили белорусско-китайское предприятие Белджи. Как-никак сомнений в передовых технологиях Поднебесной, которые используются при выпуске авто, не было. Сегодня Китай по этим товарам практически завоевывает весь мир. Китайцы продвигают свои автомобили. Они уже и хорошего качества. Мы в этом убедились на примере джили, которые собирают у нас автомобили, некоторые компоненты уже мы поставляем для этой сборки. Посмотрев на это производство сборочное, мы приняли решение быть у нас легковому автомобилю и создавать его мы будем вместе с китайцами на основе их технологий. На основе их технологий. Там, где мы можем, а мы можем. Опыт у нас есть в сборке и производство грузовых автомобилей и компонентов для легковых автомобилей. Если опыт есть, мы должны использовать собственный опыт и собственные наработки. Они есть и в Академии наук, и в прокладной науке также. Поэтому потихонечку мы должны усовершенствовать этот автомобиль и построить новый завод по производству так называемой Белджи. Цена, качество, надежность, сервис. Народным автомобилем белорусско-китайские машины Александр Лукашенко называл не раз. Впрочем, все производство под личным контролем президента. Посещал цехосборки на заводе в Борисове, лично тестировал мощность машин. Не единственное, что глава государства подчеркивал и то, что главная локализация. Выпускаемым в Беларуси авто должно быть как можно больше белорусского. И работа над этим ведется, отмечает вице-премьер. Ставим задачу дойти до 120 тысяч автомобилей, произведенных по полному технологическому циклу, с сваркой, покраской, подготовкой, с уровнем локализации. Не менее 50% такой уровень мы должны достигнуть к июлю 2018 года. На это дело будет задействовано много наших предприятий. Уже сегодня программа по импортозамещению развернута. Большую часть автомобилей Белджи планируется поставлять на экспорт. Практически 90%. Ставку делают на новые улучшенные модели, главное, доступные по ценам. Ведь конкуренция на мировом рынке серьезная. Только в России около трех десятков предприятий по сборке легковушек. Отсюда закономерный вопрос от президента. Как будем конкурировать, а главное, где продавать? Первый вопрос. Где будем продавать? Будет ли рынок для наших автомобилей? Понятно, внутренний рынок мы обеспечим, создадим соответствующие условия. Это будет наш завод, поэтому мы будем продавать на внутреннем рынке. Конечно, мы заставим коллектив делать самые качественные автомобили. Учитывая, что здесь и производство, и сервис, и прочее, и прочее, и власть все-таки требовательна в стране, автомобиль будет хороший. Но есть же еще лучшие автомобили, правда, по цене выше. И вот тут, как население будет наш автомобиль покупать, или, может быть, отдадут преимущество пусть дорогому, но уже известной марке. Поэтому первый вопрос – это вопрос рынка. Второй вопрос – это вопрос финансирования. Третий вопрос – это вопрос, собственно, производства. И, кстати, прогнозы оптимистичны. Недорогие авто покупателей в цене, тем более достойные конкуренты машинам дорогих марок. Если в 2013 году на российском рынке все ведущие фирмы упали на 15-35% объема продаж, то вот на этом падающем рынке жили выросло на 41%. В планах в центре белорусского автопрома производить 120 тысяч машин в год. К поставке и монтажу оборудования приступить намеренно в январе-феврале будущего года. Все для того, чтобы планы и договоренности превратить в только что сошедшие с производственного конвейера автоновинки. Причем к началу 2017 года. Это станет еще и подтверждением развития в Беларуси целой национальной отрасли.